Лукашенко снова заявил о предотвращении терактов, а ОМОН на Полесье разогнал митинг бабушек. Об этом и не только расскажу в сегодняшнем выпуске. Будет очень интересно! Всем привет! В ближайшие несколько минут с вами будет Данута Хлысня и короткий выпуск правдивых, свежих, актуальных новостей о Беларуси и не только. Обязательно ставьте лайки и комментируйте то, что увидите и услышите. За попытку совершить теракты в Беларуси были задержаны 7 человек. Об этом на встрече с активом Гомельской области рассказал Лукашенко. Цитата. Сегодня ночью, вчера днем... Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры и даже на суде уже покатили. 7 человек задержали. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Нужно быть аккуратными при подборе кадров. Мы с милицией, КГБ, прокуратурой и Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Вот эти преступления. Якобы они втихую. Где-то что-то написал, где-то БЧБшный флаг наклеил, еще что-то, значок. Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, это надо показывать людям, как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись. Поэтому они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину. Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме. Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги. На варе и шапка горит. У нелегитимного всегда одни и те же обоснования тому, почему люди выражают свою гражданскую позицию. Деньги. То у него протесты Запад проплатил, то айтишники, то на худой конец простой человек с особой жестокостью потратил свои же деньги на помощь задержанному в оплате штрафа. Это говорит лишь о том, что в голове у него только деньги и меряет он людей только деньгами. Вот и получается, что окружил он себя свитой, которая с ним только ради денег. Не будет денег, не будет даже 3%. А вот еще одна новость про террористов мирового масштаба. В деревне Ахова на Полесье местные бабушки вышли на защиту 300-летних дубов. Но на разборки приехали, нет, не бандиты, а силовики. Хотя в нынешней Беларуси это по сути одно и то же. Так вот, утром 22 декабря к сельскому кладбищу в деревне Ахова приехала автовышка. Накануне коммунальники спилили здесь 100-летний дуб. Осталось еще два, возраст которых составляет порядка 300 лет. В местном Доме культуры прошла встреча ответственных работников Пинского райисполкома с сельчанами, на которой людям сообщили о решении данной деревья спилить. Однако не все Ахова согласились с таким решением, посчитав его незаконным и заявили, что попытаются обжаловать его в вышестоящих органах власти. В различные инстанции были отправлены письма. Днем сторонники сохранения деревьев собрались у ворот кладбища и заявили, что не пропустят рабочих на его территорию. Однако, как сообщают очевидцы, в деревню приехали силовики и сотрудники ГАИ. В итоге на кладбище остался только один дуб. Кроме того, был задержан директор Дома культуры Александр Демчук, потому что он собирал подписи против вырубки деревьев и выступал за сохранение их. Мужчину задержали после того, как он залез на дерево и якобы мешал его удалению. Согласно экспертизе, которую провел местный лесхоз в начале осени, все деревья были здоровые и сильные, а это означает, что никакой биологической потребности в том, чтобы их удалять, не было. Однако 22 декабря дубы начали пилить. Больше всего в этой истории поразил приезд огромного количества милиции на трех бабушек, ровесниц этих дубов и одного директора Дома культуры. Скорее всего, вечером после работы красавцы будут рассказывать своим детям, как они предотвратили страшное преступление и задержали опасных вооруженных террористов. У нормальных мужчин целью жизни является посадить дерево, а у этих, видимо, все наоборот. А смелым бабушкам и директору Дома культуры большое уважение. Не зря деревня называется Ахова, что в переводе с белорусского означает «защита». Начальник управления культуры Мингорысполкома Виталий Брель поделился планами на праздники в этом году. По его словам, в Минске главными площадками станут Дворец спорта и Верхний город. Там посетителей будут радовать звезды белорусской эстрады. Например, на 25 декабря у Дворца спорта запланировано мероприятие под названием «Музыка объединяет». Придя на него, можно будет насладиться песнями в исполнении Александра Солодухи. Начальник управления культуры назвал его хедлайнером. В ночь с 31 декабря на 1 января, начиная с 00.30, у Дворца спорта тоже будет играть музыка. Посетителям обещают грандиозное мероприятие – шкатулку желаний. Поклонники белорусской эстрады смогут потанцевать под хиты Ирины Дорофеевой, Алены Ланской, Тео и других исполнителей. Обещаю Деда Мороза и Снегурочку. Начальник управления культуры отдельно отметил, что сцена будет настоящим арт-объектом. Отдохнув после зажигательной ночи у Дворца спорта, вечером 1 января можно будет вернуться на то же место. В 19.00 там начнется молодежная программа с биджеями различной направленности. Хедлайнером молодежного вечера станет группа «Дрозды», радующая молодых белорусов своими песнями уже 16 лет. 7 января на этой же площадке отметят Рождество калятными и рождественскими песнями, обещают даже песняров. Что касается площадки в Верхнем городе, то там минчанам обещают новогодний космолет. Это театрализованная программа, в которой зрителям в приключенческой форме покажут, что все хорошее произойдет, а космолет превратится в елочку, что бы это ни значило. Представления в Верхнем городе будут проходить с 25 декабря по 2 января трижды в день в 12, 17 и 20.00. В полдень будет начинаться интерактивная программа с квестом по Верхнему городу. Обещают призы и подарки. По словам Виталия Бреля, кроме основных площадок в Минске будут работать еще 27 районных. Всего в городе запланировали больше двух сотен праздничных мероприятий. Ой, не знаю, как устоят минчане, чтобы не посетить это безудержное веселье. Там же будет целый хедлайнер. Хотя все же на шкатулку желаний я бы на месте столичных жителей сходила и загадала бы самое-самое заветное. Ведь говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Будьте здоровы, носите маски, подписывайтесь на канал, пишите мне приятности, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Пусть как можно большее количество людей узнает, какой беспредел по-прежнему продолжает твориться в стране, которой руководит преступник. С вами была Данута Хлусня, увидимся завтра.